Привет, друзья! Замечали ли вы, что каждый человек обладает способностью додумывать факты и истории про других людей, особенно когда они встречаются в первый раз? Если какой-то незнакомый человек начинает приносить дискомфорт окружающим на улице или в общественных местах, мы склонны приписывать ему негативные черты, вместо того, чтобы попробовать разобраться в ситуации и даже предложить свою помощь. В таком положении оказалась героиня следующей истории, которая даже не рассчитывала исправить свое положение, если бы рядом не оказался один человек. Это был самый разгар рабочего дня, когда американка Табата Корбит отправилась на прогулку со своими тремя детьми. Двое старших шли рядом с мамой, а трехмесячный зирак находился в коляске. Гулять одновременно со всеми было очень трудно, тем более нужно было следить за каждым ребенком по отдельности. Чтобы передохнуть и немного успокоить активных малышей, Табата решила перекусить с ними в одном мексиканском кафе. Многие люди как раз в это время отправлялись на обед, поэтому посадка в заведение была полная. Так как многодетная мать уже имела опыт посещения заведений с детьми, она совершенно не переживала по поводу их поведения. Пока старшие дети усаживались на стулья, зирак внезапно стал громко плакать и этим вызвал раздраженные взгляды посетителей в свою сторону. Табата взяла его на руки и стала успокаивать, однако обычная истерика затянулась надолго. Женщина вспоминает, как ей приходилось вставать каждую минуту и качать мальчика, ходить с ним вокруг стола и петь детские песни, но ничего не помогало. Это было очень неприятное чувство, когда окружающие бросают на тебя осуждающие взгляды, но отменить заказ и уйти из заведения тоже было невозможно. Ситуация, в которой оказалась Табата, была тупиковой. К тому же и старшим детям необходимо было внимание, и девушка совсем растерялась от безвыходного положения. За одним из столиков в тот момент обедал 27-летний полицейский Аарон Хэмптон в окружении своих коллег. И когда он закончил говорить по телефону, то обратил внимание на девушку и плачущего малыша. Когда мужчина встал из-за стола и решительно направился к столику Табаты, окружающие затаили дыхание. Все подумали, что девушки сделают замечание за нарушение спокойствия и попросят покинуть кафе, но дело приняло совершенно неожиданный поворот. Аарон захотел уделить своё внимание ребёнку и дать возможность многодетной маме закончить трапезу. Остальные полицейские смотрели на эту картину с полным недоумением, как и недовольные посетители. Ведь все были уверены, девушку с ребёнком попросят уйти из заведения. Помощь в лице полицейского никто не ожидал, ведь чаще всего подобные ситуации оборачиваются предупреждением или просьбой покинуть помещение. Как потом оказалось, у Аарона тоже был полуторагодовал ребёнок, и он сам не раз ловил на себе взгляды недовольных прохожих во время истерики ребёнка, поэтому отлично понимал состояние Табаты. Девушка поначалу отказывалась давать ему сына. Ведь он не любит незнакомцев, да и ей самой было неловко. Однако мужчина оказался настойчивым, а когда Зирак сам потянулся к полицейскому и стал улыбаться, Табата сдалась и стала с наслаждением доедать свой обед. Аарон сел за их столик и стал поддерживать приятную беседу. Тогда девушка призналась, что никогда не встречала такую доброту и отзывчивость от незнакомого человека. В благодарность она заказала мужчине десерт и ещё много раз поблагодарила за оказанную помощь. Как показывает эта бытовая ситуация, злиться на других людей всегда проще, но намного ценнее предложить свою помощь, и тогда всем станет легче. В этом и скрыт смысл высказывания. Для того, чтобы воспитать ребёнка, нужна целая деревня. После того, как случайно сделанная фотография с изображением полицейского с ребёнком на руках, попала в интернет, она стала вирусной. Однако сам Аарон до сих пор не видит в своём поступке ничего особенного и отмечает, что был бы рад, если бы другие люди тоже становились отзывчивее. Друзья, а как вам развязка истории, которая произошла с многодетной мамой? Считаете ли вы, что нужно было не брать детей в кафе, чтобы избежать неприятной ситуации? Или виноваты безразличные посетители? Обязательно напишите своё мнение в комментариях. Ну а на сегодня это всё. Оценивайте это видео, если оно вам понравилось. До скорого и пока!